Музыка Городскую чашу Олимпийского огня в этот раз зажег призер Олимпийских игр в Рио Николай Куксенков. Владимирский гимнаст главный гость этого спортивного праздника. На шее тяжелая весом в полкило серебряная медаль. Результат выступления в командном первенстве по спортивной гимнастике. Победа далась нелегко, выступать Куксенкову пришлось с травмой. Настолько была высокая мотивация, что я закрыл глаза вообще на все, что происходило из нашей сборной и все эти отстранения. Я считаю, что мечта, которую я воплотил, она стоит большего. Поэтому меня не беспокоила ни травма плеча, ни соперники о нас. Просто выходил и делал. Водушевленных таким примером Владимирсов сегодня много. На Лыбиде виды спорта на любой вкус. На поле выступают художественные гимнастки, в том числе и Надежда Спорта, член сборной России Ангелина Шкатова. На беговой дорожке спортсмены с ограниченными возможностями. Они провели состязания по скандинавской ходьбе. Дистанция 400 метров. Рядом соревнования по стритболу. Играют молодежные городские команды. Причем и юноши, и девушки. Игры хорошие сегодня были. Мы выиграли две игры. Соперники сильные. Интересные. Недостатки, естественно, были. Все равно какие-то ошибки допускали в защите, в нападении были. Ну, так хорошо сыграли. Депутаты горсовета и городские чиновники устроили товарищеский матч с ветеранами Владимирского торпеда. Капитан команды чиновников Андрей Шохин, как нападающий, сумел пробить оборону соперника и забить гол профессиональным футболистам. Рядом с командными играми можно было показать личные достижения. В выходные на Лыбеде можно было поучаствовать в сдаче нормативов ГТО. Давно уже мы не видели такого массового дня физкультурника. Вот прошлый выходной нам чуть-чуть погода подвела. Смотрите, сколько народу пришло. Благодаря чему? Благодаря вот этим чемпионам нашим, которые прославляют наш город, нашу область, нашу страну. Еще раз хочу им сказать огромное спасибо. Мы вас, ребята, верим. На трибунах очень много молодых людей, молодежи нашей. Это очень важно, что они сегодня здесь, что они обязательно попробуют сдать нормы ГТО. А вот молодые семьи в этот день готовились к общей эстафете. Для них подготовили полосу препятствий с пневмооборудованием. Но самой зрелищной частью праздника стал прыжок владимирских парашютистов. С высоты в 1200 метров они прыгнули прямо над стадионом Лыбедь. Встречаем громкими аплодисментами. Ровно в центр приземлилась. Красавица, умничка. Мы постоянно в своей работе отрабатываем приземление на ограниченную площадку. В принципе, это для нас рабочая большая площадка. Были у нас и поменьше. Но в любом случае прыжки с флагами и на ограниченную площадку – это один из самых сложных видов прыжков. Закончился день физкультурника тоже общими тренировками. Для всех желающих на Лыбеде устроили спортивный зал под открытым небом. Валерия Саенко, Артем Горчаков, Шестой канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова